всем привет добро пожаловать на канал на кухне у цыганочки сегодня мы с вами приготовим всеми любимый салат селедка под шубой но для того чтобы приготовить нам этот салат нам сначала нужно подготовить овощи а овощи мы с вами будем запекать в духовке нужно промыть хорошенько картошку морковку свеклу морковь я обрезала с двух сторон также обрезала свеклу и нам еще понадобится подсолнечное масло и фольга включаем духовку на 200 градусов пока мы с вами будем овощи обмазывать подсолнечным маслом подготавливать у нас разогреется духовка берем картошку обмазываем ее подсолнечным маслом всю хорошенечко обмазываем если фольга у вас тонкая плохого качества тогда возьмите в фольгу в два слоя я беру фольгу в один слой все упаковываем картошечку в фольгу и так поступаем со всеми овощами обмазываем маслом упаковываем фольгу разогреваем духовку до 200 градусов и ставим на 50 минут простояли овощи в духовке 25 минут достаем овощи из духовки переворачиваем их на другую сторону и отправим снова в духовой шкаф еще на 25 минут прошло 50 минут овощи пеклись 50 минут зубочисткой проверяем на готовность морковь готова картофель тоже готов и проверим свеклу свекла тоже готова но бывает такое что если допустим у вас свекла крупная бывает что картошка и морковь уже готовы а свекла еще не готова если в свекла не готова тогда морковь картошку убирайте а свеклу еще отправьте в духовку минут на 10-15 не снимая фольгу оставлю овощи остывать как только у меня овощи остынут будем готовить салат такие овощи можно готовить заранее для салатов они очень хорошо хранятся в холодильнике прям вот так вот в холодильник фольге убирайте и два-три дня у вас могут храниться такие овощи так что такие овощи можно запекать заранее для салатов овощи у меня остыли я их почистила отварила 4 яйца яйца разделим на желток и белок нарезала селедку селедку я мелко кубиком никогда не режу я нарезаю вот на такие вот кусочки тоненькие старайтесь все косточки из селедки убрать нарезала мелко зеленый лук можно взять на место зеленого лука репчатый лук ну тогда или обдайте его кипятком или примаринуйте так будет вкуснее чтобы лук у нас не горчил в салате не было горечи ну и начнем собирать наш салат я салат буду собирать вот в таком вот кольце диаметр я сделала 20 сантиметров и натирать я буду на своей любимой терке вы можете натирать на простой на обычной терке первым слоем будем натирать картошку картошку натерли разравниваем первый слой добавляем майонеза ложечки полторы две столовых и ложечкой все весь майонез по картошке размазываем много я майонеза не делаю знаю что многие люди первым слоем делают не картофель а селедку но это очень неудобно когда вы будете салат разрезать брать с тарелки у вас вся селедка останется на тарелке это очень неудобно так что картошка у нас служит как бы сказать такой подложкой так равномерно все намазали сейчас делим яйца на желток и белок 4 желтка натираем на мелкой терочке желтки разравниваем я ложкой их не разравниваю не придавливаю только так чуть-чуть равномерно руками разравниваем желток на желток делаем майонезную сеточку сверху выкладываем селедку селедку разравниваем ложкой селедку посыпаем зеленым лучком я уже говорила можно взять и репчатый лук делаю майонезную сеточку немножко добавляю майонеза совсем совсем чуть-чуть добавляю вот столько все будет достаточно и разравнивать на селедке майонез не будем с луком перемешивать не станем все ингредиенты кстати сколько я чего беру продуктов я напишу обязательно все под видео в описании оставлю рецепт далее у нас с вами пойдет морковь морковь натерли разравниваем ее меньше всего я кладу моркови можно даже одну крупную морковку у меня вот было полторы моркови здесь можно одну крупную морковь добавляем майонеза также ложечки две столовые и разравниваем все это тоже ложкой свеклу разравниваем тоже на слой свеклы добавляем майонеза уже побольше ложки 4 столовых майонеза добавляем и тоже ложкой все хорошенько разравниваем последним слоем натираем белок на мелкой терке белок разравниваем просто руками сверху майонез не будем добавлять оставим белок вот таким вот воздушным он конечно же белым не останется когда салат постоит он тоже белок окрасится будет цвета свеклы будет такого розового цвета равномерно вот так вот распределяем салат почти готов теперь ему нужно дать немножечко настояться потом будем снимать кольцо украсим салат и конечно же слои овощей солите перчите по вкусу я не перчу я только подсаливаю вы солите перчите на свой вкус салат у меня постоял ну правда не долго стоял видите вот уже смотрите уже белок начинает окрашиваться когда салат постоит в холодильнике пропитается он окрасится и будет такого розово-фиолетового цвета ну и будем потихонечку снимать кольцо вот такой вот салатик у нас получился вот так вот красиво выглядит я подготовила на украшение из репчатого лука вот такую вот хризантемку сделала вот такой цветочек этим цветочком мы с вами украсим украсим наш салат немножечко утопим ее в салат чуть-чуть чтоб она хорошенько у нас стояла чтоб было красиво и добавлю еще листочки петрушки или любой зелени салат готов обязательно дайте салату постоять пропитаться тогда салат будет вкусный у меня в салате моркови мало я не люблю когда много моркови вы можете на свой вкус естественно добавить побольше морковки это уже на ваше усмотрение я вам желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения подписывайтесь на мой канал и до новых встреч на кухне у цыганочки пока